И Отца, и Сына, и Святого Духа. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Бесико Господи! Мы сегодня празднуем память святых мучеников Сергия Иваха, древних святых конца III века, которые пострадали при нечестивом императоре Максимине. Также мы с вами празднуем сегодня и именины преподобного Сергия Радонежского. Ведь эти святые мученики, Сергий Иваха, Сергий мученик был покровителем преподобного Отца нашего Сергия Радонежского. Подобно своему небесному святому мученику Сергию, а надо сказать, что тот претерпел страдания за Христа и, быв высокопоставленным сановником, презрел ни во что все блага мира сего и удостоился мученической кончины. Его в сапогах, забитых гвоздями, вели из города в город, и Господь чудесно исцелял его, дальше вели. И действительно, показуя, насколько с Богом человек может претерпевать и сподобиться за свои страдания Царствия Божия, Господь вменяет эти страдания как бы, как в своих страданиях и удостаивает мученика небесного венца. Также преподобный Сергий, быв родом из рода Боярского, и, имея возможность кусить все блага мира сего, все презрел и оставил, и удалился в места уединенные, и принял образ иночества, и среди условий, абсолютно непригодных для жизни, подвязался, претерпевая и холод, и голод, и напасти, и поселился в трех километрах от ближайшего источника, и претерпевал постоянно искушения со стороны сатаны, который под видом различных страшных животных, и чудовищ пытался изгнать подвижника из святых мест, и удостоился за это нетленного венца, и удостоился за это полноты благодати Духа Святаго. Действительно, мы знаем, что преподобный Сергий в полноте стяжал дары Духа Святаго. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, воздержание, веру. Все это он стяжал в оси полноте. Более того, Господь даровал ему еще дары чудо-тролений. Дары исцелять немощных, дары воскрешать невершим. Но самый главный дар, который даровал Господь этому величайшему подвижнику, и не даром его называют, как уменом земля русской, это дар приводить людей к Богу. Мы знаем, что молитвами святого преподобного Сергия Господь всю Русь привел ко Христу. Вместо Руси, разъеленной междуусобицей, когда князь шел на князя, желая ради наживы, ради гордости, захватить соседний удел, несмотря на скорбь, несмотря на смерти соплеменников. Вместо этого Русь, которая устремлена к святости. Русь, которая устремлена ко Христу. Христиане, которые не номинальные христиане, которые когда-то крестились и затем только в храме их отпоют, а христиане, которые и живут по вере Христовой. Христиане, которые живут по заповедям Божьим, живут по заповедям любви к Богу и ближнему. И вот действительно и преподобный Сергий и его ученики по Руси строят около 40 монастырей. Ученики учеников преподобного Сергия строят по Руси еще более сотни монастырей. И в этих монастырях окорляются люди. Люди простые и власть имущие, и получают помощь благодатную, получают утешение, получают исцеление, и духовное исцеление, и телесное. И действительно, дорогие братья и сестры, молитвами преподобного Сергия, которая, подобно той закваске, которую хозяйка кладет в тесто и вскисает все тесто, преображается вся Русь и становится святой Русью. И дает отпор ураву, потому что когда единство, и не просто единство, можно объединить людей какими-нибудь суетными мирскими делами, можно объединить, раздавая бесплатное пиво, можно объединить, раздавая какие-то бесплатные подачки, но тут объединяет Христос, тут объединяет вера истинная, тут объединяет сама истина. И, казалось бы, молитвами всего одного человека, сколько может один человек? И Русь преображается. И Русь действительно воссеевает всей своей красотой внутренней, духовной. Иконы 15-16 века, то времени, которое после преподобного Сергия никто нигде никогда не писал, даже в Византии. Настолько они велики по своей глубине духовной. И вот, дорогие братья и сестры, помоги и нам, Бог, молитвами преподобного Сергия, и нашим храмам души, действительно, наши души должны уподобиться храмам Духа Святаго, укрепляться в этих благодатных дарах Духа Святаго. Ведь это и есть цель жизни человека, как говорил преподобный Серафим Саровский в беседах с князем Патавиловым, цель жизни христианина, стержание Духа Святаго. И вот, помоги нам, дорогие братья и сестры, в этом Господь. Молитвами преподобного Сергия Радовичского, святых мучеников Сергия Иваха и всех святых Божиих. Святые мученицы Сергия Ивахши, святые преподобные очи наш Сергий и Всесвятие, молития Бога о нас. Аминь. Спасибо Господу. Субтитры сделал DimaTorzok